Монетный двор Вам даны зеленые линии, которые помогут вам в этих перемещениях Как раз таки линии вертикальные, горизонтальные То есть принцип змейка нарушен не будет, когда вы будете по ним шагать Но сейчас вам нужно выбрать первую букву, от которой вы начнете свой путь к победе Вверх или вниз или влево, либо вправо Сделать шаг от этой буквы необходимо, чтобы пойти дальше, ко второй букве Чтобы получить слог И так постепенно слог за слогом получится все слово Но это слово необходимо назвать в прямом эфире В зависимости от того, где вы находитесь со своего мобильного телефона Вы набираете номер 08258, если вы в России Если где-то за границей, то плюс 88216-101-298 В любом случае, где бы вы ни были, вы можете повлиять на ход программы Да, собственно, вы решаете судьбу прямого эфира И я прошу вас, решайте ее в свою пользу Сделайте так, чтобы этот эфир был выгодным для вас Я в свою очередь подготовила очень много заданий Интересных и денежных, что самое главное Но, естественно, от вас зависит, сколько из них мы успеем решить Это первое Это начало пути Это разминка То есть это самое легкое задание из всех, которые я сегодня приготовила Так что не надо сейчас охать и ахать Это разминка Нужно разминаться, чтобы потом работа с более сложными головоломками Не казалось уж такой страшной 7000 рублей вручу вам для начала Для разогрева аппетита Тем более, что количество ваших побед не имеет ограничений Вы можете побеждать здесь сколько угодно раз Хоть в каждом задании Если захотите, если справитесь, если сможете В общем, зависит это только от ваших стараний, от вашего желания Ну а здесь нужно выбрать какую-то букву в качестве первой Букв 9 Первая может быть любая Замечу, что здесь ни мягких знаков нет, ни твердых Гласные и согласные буквы удобные для того, чтобы их читать Но в этом-то и сложность Можно поворачивать в разные стороны Получать какие-то буквосочетания Которые в дальнейшем либо приведут к слову Либо просто к тупику В тупик, точнее Так что экспериментируйте и с разными буквами в роли первой И в плане направлений тоже экспериментов не бойтесь И по вертикали шагайте, и по горизонтали Я надеюсь, что эти зеленые линии вам достаточно хорошо видны Чтобы вы шагали именно по ним Не сходились с ним, не спотыкались и не шли по диагонали Ни в коем случае Вверх-вниз, влево-вправо Этих четырех направлений достаточно, чтобы разобраться с моей головоломкой Чтобы прочитать слово по принципу змейка Но, кстати, принцип змейка допускает повороты Но эти повороты должны быть под прямым углом Угол 90 градусов Никак иначе Угол 45 градусов, диагональ или какие-нибудь острые тупые углы не подходят Посмотрите, здесь такая сетка Из вертикальных и горизонтальных линий И как раз-таки буквы находятся на их пересечении То есть совершить поворот под прямым углом эти линии нам позволяют Так что принцип змейка необходимо соблюсти на протяжении чтения всего слова Ни разу не нарушив вот это змейное условие Как только все получится Как только существующее слово, всем известное слово вы здесь увидите Тут же позвоните в прямой эфир, чтобы его сказать 08258 Это номер телефона прямого эфира для того, кто находится на территории Российской Федерации Если вы находитесь за границей, то звоните по номеру Плюс 88 216 101 298 Более подробная информация о правилах моего шоу Внизу экрана в бегущей строке Вся эта информация на протяжении всей программы будет здесь Так что ознакомливайтесь с ней Что у вас получилось? Здравствуйте Алло, это слово кекс Кекс Нет, не читается КЕ Вот хорошо начали по линии вот тут КЕ А потом-то как? К той же букве К вернулись? Обратно? КС? Или прыгнули вот к этой букве К? КС Нельзя, не так, не эдак К одной и той же букве Вторично, третично В общем, по нескольку раз Возвращаться нельзя Вот если вы задействовали эту букву К То дальше, пойдя к следующей букве Вы уже к ней не возвращаетесь ни на каком из этапов Ни на каком из переходов Далее, вы подметили, что тут буква К две Но используйте сначала одну, если хотите Если они вам обе нужны Потом другую Но тоже не через прыжок А дойдя через буквы и линии по принципу змейка До следующей буквы К Со словом кекс так сделать не получается То есть слово по принципу змейка не читается А значит победным быть не может О победном слове я вам могу сказать То, что оно несъедобное По крайней мере, эта подсказка Из вашей версии как-то само собой вытекает А мое слово несъедобное Да и с едой оно в принципе не связано Но зато оно связано с каким-то весельем необузданным Хорошим времяпрепровождением И юным возрастом Вот такую подсказку вам сделаю Потому что для людей уже зрелого возраста Преклонного возраста Это слово может выступать даже как раздражитель какой-то А уж точно не то, что радует Вот так с течением времени Мы меняем свое мнение об этом слове Сначала мы о нем, может быть, мечтаем Потом оно нам нравится А потом начинает, наверное, раздражать Это все с возрастом приходит Я не знаю, как вы относитесь к этому слову Но могу сказать точно Что хотя бы раз в жизни Вы непосредственно с ним сталкивались Я уверена в этом Мне кажется, нет такого человека Который с этим словом не сталкивался ни разу Такого просто не бывает Так что, так как это слово знакомо абсолютно всем Я могу с уверенностью сказать Что любой человек может справиться с этим заданием Но захочет ли? Будет ли стараться? Вот от этого уже зависит, справиться или нет Слово точно входит в ваш лексикон Но если вы начнете его искать по правилам, по принципу змейка Тогда вы станете победителем Если нет, несмотря на то, что вы его знаете Вы к нему просто не придете По логичным причинам 7000 рублей Вручу тому, кто все-таки готов стараться Готов побеждать И готов рассказывать о своих достижениях О своей победе В общем, о своей версии О прочитанном по принципу змейка слове И рассказывайте побыстрее Очень важно, насколько вы будете активны То есть, найдя слово Не нужно его держать при себе Не нужно умалчивать эту информацию Нужно делиться со мной своим вариантом ответа Нужно рассказывать, что у вас получается Рассказывайте, делитесь 7000 рублей я готова вручить именно вам И я жду вашего появления Возможно, это уже победитель Здравствуйте, что у вас получилось? Алло, у вас получилось слово «секта»? Се... Не получилось Здесь есть эти 5 букв Из которых вы слово «секта» Составили Но вы его составили Прочитать его невозможно И я не могу сказать, что оно имеет отношение К победной версии Мое слово имеет отношение тоже к людям К некоторому количеству Причем немалому количеству людей Но это не сектор Нет Читайте Не выдумывайте Не угадывайте Вы, может быть, мои подсказки услышали Некоторые, по крайней мере Но по этим подсказкам вы просто попытались угадать Не стоит этого делать Прочтите Попробуйте Прочитать слово от первой до последней буквы Шагая через эти линии Шагая по принципу «змейка» Такая последовательность должна быть Буква, линия, буква, линия, буква Так до самого конца слова До самой последней буквы Более того, без закольцеваний То есть без повторов В повторе может быть только буква «К» и «То» Потому что их тут две Но это все-таки разные буквы «К» Одна вот чуть выше стоит, другая чуть ниже Это тоже нужно учитывать Одну и ту же букву закольцовывать нельзя 7000 рублей я вручу тому, кто справится с этой головоломкой Я вручу тому, кто разберется с этим заданием Так я жду вас Жду вашего появления в прямом эфире моего шоу И я уверена, что вы сумеете разобраться с этим заданием Задание не простое Но заманчивое В плане того вознаграждения, которое оно принесет герою первому И все-таки разминочное Что тоже должно вас как-то стимулировать Я еще раз предупреждаю Дальше будет сложнее Гораздо сложнее И вот с этим не стоит шутить Не стоит так испытывать судьбу Уж коль есть сейчас возможность заработать Надо использовать эту возможность Будет еще возможность Сами будете оценивать, интересно она вам или нет Сейчас мы говорим именно о том, что в данный момент происходит В данный момент актуально Предложение в 7000 рублей за решение именно этого задания Так какое слово вам удалось тут прочитать? Что вам удалось здесь найти? Поделитесь со мной своим победным вариантом ответа И поскорее это сделайте Ведь логика программы такова У нас есть время эфирное И много-много-много заданий Чем быстрее вы будете с каждым заданием разбираться, тем больше времени для других заданий у нас будет оставаться Соответственно больше заданий решите, больше денег заработаете, все выгоднее для вас Но есть и другая политика поведения Мы можем мучиться и мусолить одно задание всю программу Это будет только одна победа, один победитель и заработок 7000 рублей Это не так уж привлекательно, это не так уж интересно И соответственно я желаю вам другого, я желаю вам первого Когда много заданий будет решено за время программы Когда перед вами будет уйма возможностей И сами будете решать, какая из этих возможностей, какое из этих предложений вам интересно Так что не задерживайтесь долго на одной головоломке И не тратьте время на сомнения На какие-то терзания по поводу ошибок Ну вот ошиблись со словом секта или со словом кекс Ошиблись и ошиблись, две версии попробовали Возможно третья версия будет уже победной Попробуйте найти ее, попытайтесь Что касается проб Попробуйте каждую из девяти букв в роли первой Вот это то, что точно стоит попробовать Потому что здесь неизвестно какая буква первая в победном слове Конечно я знаю, но я такой подсказки явно и вам не сделаю И не надо меня вынуждать к этому Все-таки тут должна быть ваша самостоятельная победа Моя задача выявить достойного телезрителя И явно это не подсказками делается Предложение сделано, а дальше уже проявляйте себя, решайтесь Тем более, что тому, кто решится стать победителем и доведет дело до конца Я вручу 7,5 тысяч рублей 7,5 тысяч рублей новая сумма заработка в этой головоломке Новое вознаграждение, новая возможность Но все в том же задании, над которым мы уже какое-то время размышляем Ищите слово, читайте Вверх, вниз, влево, вправо, шагая Еще раз обращаю внимание Нет здесь диагоналей Нет здесь каких-то Нет тут задания на составление Так что, пожалуйста, перестаньте этим заниматься Хождение по принципу змей По вертикали, по горизонтали Это сетка Эти линии зеленые позволяют нам это сделать Итак, 7,5 тысяч рублей я готова вам вручить Уже, но пока мне вам вручить их не за что Потому что победную версию еще никто не назвал Но я еще раз повторюсь Это слово знают все Вообще все От мало до велико Но больше нравится это слово тем, кто помоложе Тем, кто помладше Те, кто уже постарше В зрелом возрасте Еще раз повторюсь Это слово либо никак не воспринимается Даже больше равнодушно Либо же прям как раздражитель Воспринимается Я не знаю, каково ваше отношение к этой версии Я не знаю, как часто вы с ней сталкивались Или, может быть, до сих пор сталкиваетесь Но то, что вам это слово известно Это факт Значит, факт Что вы можете на этом задании заработать И если вы не зарабатываете То это исключительно ваш выбор Который мне, кстати, не понятен Мне кажется, что Уж если есть такая возможность В выходные Еще пока В выходные праздничные дни Зарабатывают деньги Не выходя из дома Этим надо воспользоваться Семь с половиной тысяч рублей Я готова вам вручить Ну, не за тишину ведь Не за ошибку Не за составленную версию А за выполнение задания на сто процентов Найти слово Змейкой И слово, конечно, какое-то определенное Потому что девять букв и много линий Они дают возможность прочитать несколько версий Ну, я, например, вижу трехбуквенное слово Кот Кот читается змейкой Но это непобедный вариант Пробуйте искать разные слова Разными версиями со мной делитесь Одна из них будет победной Что у вас получилось? Исток, мне кажется Исток Исток читается Но вот тоже непобедный вариант Так, мне нравится, что вы начали искать Вот, наверное, стоило мне сразу вам подать пример Прочитать какое-то трехбуквенное слово Кот Теперь у вас пятибуквенный Исток Но это все равно не то Не то Как вот исток может раздражать? Подсказки не услышали Проверяйте по подсказкам найденный вариант Это запутанная змейка Как я уже сказала Много букв и много линий Дают возможность прочитать несколько слов Но победное лишь одно единственное Какое-то определенное И именно о нем я даю свои подсказки Вот, кстати, даже мой кот подходит больше По подсказкам, чем ваш исток Кто-то может любить котов А кого-то они могут раздражать Причем во всех смыслах Может быть аллергия, например, на них Но уж если мы заговорили о подсказках Мое слово, моя версия Победная версия Отвечает на вопрос Что? Чтобы больше вас никакие коты не смущали Так, читайте Что-то здесь найдите 7500 рублей приносящая Вы научились читать по принципу змейка Это я вижу по версии исток Это чудесно Я очень этому рада Но, видимо, нужно начать от какой-то другой буквы Чтобы прочитать победное слово Или пойти где-то в какую-то другую сторону Все-таки тут и в плане букв есть выбор И в плане направлений тоже И вверх, и вниз, и лево, и вправо Так что старайтесь, старайтесь изо всех сил Старайтесь как никогда И в итоге все у вас обязательно получится Я жду вашего победного звонка Я жду решения данного задания А решением является слово, которое читается по принципу змейка 7500 рублей это слово вам принесет Пусть приносит поскорее Мне не терпится вам уже и о второй головоломке рассказать Ну, пока еще это не актуально Пока еще мы не можем к ней перейти Только через победу Состоится переход к следующему заданию Ваша победа должна быть этой победой Благодаря которой состоится переход ко второй головоломке Так что побеждайте прямо сейчас 08258 номер телефона прямого эфира для звонка из России И плюс 88216-101-298 номер телефона прямого эфира для звонка Из любой другой страны мира, кроме Российской Федерации Так что из любой точки мира вы сейчас можете заявить о себе Повлиять на ход программы, заработать деньги Так делайте это Делайте это скорей Не сидите сложа руки Не думайте, что это задание является архисложным Или это слово является чем-то редким А вот уж тут точно нет Это слово распространено невероятно Вот где бы вы ни жили В каком-то городе Или даже в каком-то поселок, деревне Вы все равно с этим словом сталкиваетесь Оно точно есть Где-то поблизости В зоне досягаемости, так сказать Что же это такое? То, что нравится больше молодым, а пожилых раздражает Думайте, к чему же мы меняем отношения С течением времени на протяжении жизни своей Так, смотрите Читайте Я уже говорила, с чем связано это слово С весельем С замечательным времяпрепровождением С немалым количеством людей Так что же это такое? Конечно, под эти подсказки Подходит очень много вариантов Но перечислять сейчас все эти версии Которые угадываются Не надо Задачу не угадать Задача прочитать Вот и читайте Читайте, но вот поймав Это настроение, которое я вам стараюсь передать Жду Жду, что уловите и этот настрой И, соответственно, под нужным углом Нужным взглядом посмотрите на это задание И сразу же увидите мое слово Пока вы увидели только исток Исток Не имеет он никакого отношения К победному варианту ответа Ищите дальше Внимательней будьте 7500 рублей Я готова вам вручить И я надеюсь, что Очень скоро состоится это вручение Мне нужен первый победитель Мне нужен профессионал Тот, который в этом задании поставит точку У меня заданий много И я не хочу, чтобы мы тратили полпрограммы Только на одно из них Это нерационально Это просто глупо Это неграмотное использование времени эфирного Кстати, могу сказать, что с этим первым заданием Если уж говорить о времени Уже можно было справиться Да Уже можно было вам заработать 7500 рублей А мне вам Уже можно было рассказать О второй головололке Но нет, пока мы топчемся на месте Пока еще я слышу ошибки Или ничего не слышу Вот как в данный момент Вы молчите Не хочется мне думать, что вы сдались Я надеюсь, что все-таки нет Я надеюсь, что вы стараетесь И сейчас молчите лишь потому Что ищите Читайте Эту змейку изучаете Каждую букву проверяете Вот если так, то правильно делаете То значит сейчас вы придете К победному решению К победному слову Если же сейчас вы валяете дурака То это слово вот само собой Тут не проявится Оно будет показано компьютером Но после произнесения его Кем-то победителем Вот и продолжаю ждать Кем же будет этот человек? Вы это или это ваш конкурент Ваш сосед Я не знаю даже, мужчина это или женщина Но кто-то станет победителем В этой головоломке Кстати, мне не важно Кто вы именно Мужчина, женщина Где вы живете Чем вы занимаетесь В этом плане ограничений нет И номера телефонов прямого эфира Даны для любой точки мира Для России отдельно Для всего остального мира Свой номер с кодом Тоже весьма удобно Привычно Так что Все препятствия Которые вы можете себе вообразить Это надуманные препятствия На самом деле нет их На пути к победе Только сложность задания Но это все преодолимо Потому что принцип чтения слова Вам дан Змейка Линии даны Чтоб нагляднее было, понятнее А может быть Чтобы еще понятнее было Вам стоит Перечертить это задание Ну, перечертите Возьмите ручку, листик И перерисуйте Вот эти 9 букв Именно в такой последовательности Эти вертикальные Горизонтальные линии Эту сеточку Где на пересечении линии Находится буква Та или иная Вот так же внимательно Точно так же Перечертите Это задание И может быть Так вам будет проще Найти слово Я не знаю Если да То используйте Конечно Эту возможность Если Вам просто Не особо хорошо видно Да подойдите поближе К экрану телевизора Что вас останавливает Приглядитесь Повнимательнее Посмотрите Опять же Под разными углами От разных букв Поводите Посмотрите Куда можно пойти По той или иной линии И может быть Даже вам Лучше называть Произносить Слух Что у вас получается Ну так сказать Бубнить себе под нос Когда Идете от буквы К букве Через линию Как бы произносите Как бы читайте Что выходит Может быть На слух Вам будет проще Сориентироваться Вот в этом Буквенно-линейном пространстве Не знаю Сами Решайте В зависимости От своих каких-то Предпочтений Удобств Если вам удобно Так Вот делайте Так как вам удобно Но опять же Не отходя От правил Данные головоломки Мне главное Чтоб вы быстрее Справились А что вам В этом будет помогать Тут вам виднее Есть лица 7500 рублей Я готова Вам вручить И я жду Что вы станете Владельцем Этой суммы Становитесь Поскорее Становитесь Обладателем Этой суммы Зарабатывайте Эти деньги Прямо сейчас Решайте Стать Моим героем Я уверена Что у вас Все получится Я не сомневаюсь Что вы справитесь С этой головоломкой Вот поверьте в себя Покажите себя Самым настоящим Лидером Покажите себя Профессионалом Покажите себя В конце концов Внимательным Человеком Он ведь невнимательный Не сможет тут Ничего увидеть А внимательный Слово Точно сумеет Разглядеть Я жду Это слово Из ваших уст В прямом эфире Моего шоу Торопитесь Назвать это слово Нужное Чем скорее Тем лучше Эфир Бесконечным Не будет Времени На самом-то деле Не так у нас Много Как хотелось бы Как может быть Вы рассчитываете Поэтому нужно Ориентироваться По ситуации Сейчас первое задание Вот такая змейка 7,5 тысяч рублей За нее предложено И если ситуация такова Что эти деньги Вам лишними не будут Что они вам нужны Пожалуйста Зарабатывайте их Прямо сейчас Но поскорее Пока вы будете Медлить И сомневаться Кто-то другой Просто заработает Их за вас Останетесь Неудел Неприятно будет Не пожелаю вам Таких Неприятных моментов Наоборот Желаю вам Больше побед А победа Это приятно Как раз таки И еще раз повторю Что в моем шоу Этих побед У вас может быть Неограниченное количество Все зависит от того Насколько хорошо Вы будете стараться Насколько Ну сами себя Наверное настроите На эти самые победы Я уже задание Приготовила Задание Много с собой принесла Так что я К вашим победам Готова Дальше Все в ваших руках Дерзайте 7,5 тысяч рублей Деньги Которые мне По-прежнему Некому вручить Но я надежды Не теряю Вверх Вниз Влево Вправо От буквы К букве Пора уже Дойти до какого-то слова Прочитали Прочитали слово Исток И что Вас так расстроило Что эта версия Непобедная Что вы остановились Да не надо Останавливаться Нужно предпринять Еще одну попытку По крайней мере Вы уже знаете И что такое змейка И знаете Что прямой эфир Это не страшно И не надо волноваться Это просто Обычный телефонный разговор Вот так это воспринимаете Но Телефонный разговор Который принесет вам 7,5 тысяч рублей Так что Относитесь к этому легче Относитесь к этому проще Но к выполнению задания Относитесь ответственнее Пока Пока Как-то легкомысленно Подходите к моему предложению Вообще замолчали Поникли Никто не говорил Что будет легко Я даже больше скажу Что впереди еще сложнее Это надо понимать И к этому тоже Надо быть готовым Продолжаю ждать Первого победителя Надеюсь Что он Или она Победитель Появится здесь Со следующим звонком Я признаю Что я с каждым звонком Готова выслушать Победную версию И каждый раз С замиранием сердца Слушаю вас Но пока я Победной версии Здесь не услышала Жаль Подумайте еще Посмотрите внимательно На эти буквы На эти линии Разберитесь Разберитесь С сеткой Из букв и линий Слово в ней есть Нужно Пойти По правильным линиям И в Нужные моменты В правильную сторону Поворачивать Пока еще Вот так Грамотно Сориентироваться В этих буквах И линиях Никому не удалось Но удастся Если не сдадитесь Если продолжите стараться Я напомню вам Что ищем мы Имя существительное В единственном числе Именительном падеже В полной форме своей И такое имя существительное Которое знакомо Всем с Ну весьма Раннего возраста Не прям так Что с детства Но С юного возраста Достаточно О чем же идет речь Я жду вас С победным вариантом Ответа Расскажите мне Что вы прочитали Здравствуйте Здравствуйте Это слово Дискотека Да Это слово Дискотека Совершенно правильно Посмотрите все Как это слово Читалось Вот такая змейка А вас как зовут Скажите Меня зовут Александр Александр Вы откуда Я из Балаговы 7500 рублей Ваши Вы их заработали Я вас с этим поздравляю А мое второе задание Уже на экране Смотрите За решение данного задания За решение данного задания Я готова вручить вам 8000 рублей Смотрела Оценила И понимаю Что Как-то оно перекликается С первой головоломкой Хотя бы тем Что и там и там есть буквы И там и там есть линии Но различия тоже есть И сейчас я вам объясню в чем Перед вами Девятибуквенный клубок Это уже не змейка Тут линии несколько другие Но вам по этим линиям Опять-таки зеленым Чуть более ярким Нужно перемещаться Влево-вправо смотрите И по диагоналям Вертикальных линий нет Но диагональных в избытке Перемещайтесь По горизонтали По диагонали Но перемещайтесь В такой последовательности Буква Линия Буква Линия Буква Линия Буква Так до самого конца Задача прочитать слово Ну а затем Рассказать об этом в эфире Произнести это слово Чтобы заработать Восемь тысяч рублей Сумма возросла Потому что на мой взгляд Посложнее стало Может быть букв И столько же Но вот линии Несколько больше И вариаций Точнее возможности Запутаться Здесь Больше Но я в вас верю Я верю что вы Не запутаетесь А наоборот таки Распутаете этот клубок И заработаете Восемь тысяч рублей Итак я жду вас В прямом эфире Моего шоу А ваша задача Сейчас выбрать Какую-то букву В качестве первой И начать от нее шагать Либо влево Вправо По горизонтали Либо по диагонали По диагонали Тоже можно вверх По диагонали вниз В общем На то они и диагонали Разбирайтесь С этим клубком И обратите внимание Здесь удвоенных букв Почти все Две буквы Т Две буквы Е Две буквы М Две буквы Р Из девяти букв Четыре буквы повторяются Удвоенные И одна одинешенька Буква О В углу Первой из этих девяти букв Опять-таки Может быть любая Тут Будьте внимательны И осторожны Да Удвоенные буквы Само собой Могут быть в вашем слове Но нельзя Так же как и в предыдущем задании Нельзя Закольцовывать Ни в коем случае Нельзя это делать Само собой Нельзя перескакивать Нельзя составлять Вот нюансы какие-то С первым заданием Действительно Созвучны Сходятся И я думаю Что вам от этого Будет только легче Только проще Все-таки в первой головоломке Мы с этими нюансами Уже разобрались И я думаю Что здесь Ошибок будет меньше Главное Шагайте по линии От буквы к букве И читайте Опять-таки Можете бубнить себе под нос Можете перечертить Данное задание Чтобы следить За ходами Своими За своим чтением Но главное Действуйте строго По правилам А потом Делитесь со мной Своей полученной версией 8 тысяч рублей Я готова вручить вам И я очень жду Что эти деньги Станут вашими Я очень этого хочу И конечно же Я за то Что в этом происходило Поскорее С первым заданием Было нелегко И немало времени Мы на него потратили Но это не должно Как-то вас смущать Здесь Пусть задание И сложнее Вы можете наверстать Упущенное время Вы можете С более сложным заданием Справиться быстрее И в этом нет Ничего удивительного Вы же потренировались Вы же тоже В своем мастерстве Растете Так что Вполне Ваш рост Ваше развитие Может обгонять Сложность задания Развитие в плане Сложности заданий Что действуйте Зарабатывайте Деньги своим умом Тем более Что слово Которое здесь Скрывается Ох Известно всем Это мало сказано Слабо сказано И это слово То с чем мы сталкиваемся Каждый день Это точно Это слово Даже не само Оно нас интересует Нас интересует Та информация Которая Это слово Нам дает Эта информация Нынче Очень важна Боюсь Рассказывать Рассказывать Более подробно Боюсь вдаваться В детали Это будут явные Подсказки А я опять таки Не заинтересована В том Чтобы вы угадывали Мне нужно Чтобы вы читали Двигаясь по линиям Чтобы вы искали Очень непривычно Не стандартно Написанное слово Но которое тут есть Которое уже На экране Которое уже Перед вами Просто вам нужно Его увидеть Прочитать Необычным образом Здравствуйте Что вы нашли Девушка Это слово Торт Торт Нет Составили Даже По углам Прошлись Вот Рт Я вижу А все остальное Отдельно Кусочек Там Буковка Там Буковка Сям В другом углу Так нельзя поступать Ну жаль Что нам опять приходится Вот эти ошибки Прорабатывать Уже мы пытались Составлять В первом задании Ну как видите Это ни к чему не привело Заработал деньги Тот Кто искал По правилам Там По принципу Змейка Здесь Просто по линиям Надо искать Но здесь Опять же Составлять Бессмысленно Составлять Совершенно Ни к чему 8 тысяч рублей Вручу тому Кто составлять Не будет Вручу тому Кто с этой головоломкой Разберется Кто с этой головоломкой Справится Так я жду Вашего появления В прямом эфире Моего шоу Я уверена Что вы сумеете Разобраться с этим заданием Так поверьте же В себя И покажите себя Самым настоящим Профессионалом Покажите себя Героем Лидером Внимательнейшим Человеком И достойнейшим Этого заработка 8 тысяч рублей И самому Самому быстрому Умному И находчивому Плюс Плюс Невероятно Найдет Вы заработали Жителей В первую очередь не на подсказке, а на линии. А вот найдя по линиям слово, уже тогда вторично, так сказать, во вторую очередь вернуться к моим подсказкам и постараться сопоставить, подходит, не подходит. Вот море не подходит совершенно. Ищите дальше, читайте. Ну, могу сказать, что перед тем, как спланировать поездку на море или непосредственно уже туда поехать, вы тоже обязательно, обязательно вот к этому слову обратитесь. Что же это такое нужное? Ищите, читайте. Я даже могу сказать от этого слова, от того, что оно вам даст, так сказать. Зависит, насколько хорошо вы это самое время на море проведете. Думайте, думайте. Опять же, не надо угадывать, ни в коем случае. Я много вам рассказываю о победной версии, я стараюсь вам помочь, но это лишь для того, чтобы, найдя слово, вы не сомневались в том, что оно победное. Но не для того, чтобы вы угадывали по подсказкам. Используйте их, пожалуйста, правильно. Вы в эфире, что у вас получилось? Победное слово терем. 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 Теремок. Терем. О, читается. Но нет, это не победный вариант. Терем. Каждый день вы начинаете свой день с этого. Может быть, то, что мы все где-то живем, в квартире, в доме, да, это можно назвать теремом. Но как-то сложно. Нет, мне кажется, вы немножечко перефантазировали. Но мне нравится, что слово читается. Попытайтесь еще что-то найти здесь вот так же по линиям, но что-то другое. Что-то, что не имеет отношения к сказке. Никакого отношения. У меня, по крайней мере, первая ассоциация со словом терем, это именно какая-то сказочная, мультяшная даже ассоциация. Тут нет, тут ассоциации другие, совершенно другие, но о них я не могу рассказать. Это уже явные подсказки. Будут, а я нет, не буду вам их давать. Мне нужно выявить внимательного, а не самого угадательного. Нет. Так что ищите, читайте. А на подсказки ориентируйтесь уже во вторую очередь. Повнимательней ко всем этим нюансам. 9 тысяч рублей я все еще предлагаю. Мы все еще с этим заданием не справились. Нужно вам искать слово победное. Нужно вам стараться, чтобы его найти поскорее. Старайтесь. Задача, конечно, непростая. Даже трудно выбрать буквы, учитывая, что тут все в дубле, в паре, удвоены. Все, кроме буквы О. Но, что ж, такая головоломка. Именно за эту сложность я предлагаю уже не 9, а 8. Не 8, а 9 тысяч рублей. Вот так я все перевернула. Наоборот. Так что 9 тысяч рублей за то, что задание оказалось посложнее, чем я рассчитывала. Старайтесь, вы заработаете эти деньги. Внимательнее будете. Да, тут есть свои сложности. Но, опять-таки, у нас есть уже опыт первой головоломки. Там тоже надо было шагать по линиям, тоже надо было шагать от буквы к букве. Пусть с змейкой, тут чуть-чуть по-другому. Но, все равно, этот навык вам пригодится. Здравствуйте, что вы нашли? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, это слово метро. 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 Нет, не получается метро. Есть какой-то кусочек, а к последней букве прыжочек. А если от другой буквы пойти М, там вообще ничего не... Нет. Все равно прыжки, все равно какие-то скачки, разрыв. Нет до конца последовательности буква, линия, буква. Где-то вы нарушаете эту последовательность. Такого не может быть. Такого не должно быть в победной версии. Так что нет, не победный вариант. Хотя слово, конечно, если не подо все, то под многие подсказки подходит. Услышали. Даже большую часть слова прочитали, за что тоже вас хвалю. Но с победой пока не поздравляю. Все равно есть оплошности, есть какие-то нюансы, которые несопоставимы с правилами. И поэтому я предлагаю вам исправить эту ошибку и найти слово до конца. Постараться еще немного и что-то другое здесь увидеть. Так, 9 тысяч рублей я готова вручить именно вам. Я жду, что вы заработаете эти деньги. Я уверена, что с этой головоломкой вы сумеете справиться. Так, справляйтесь. Слово вам хорошо знакомо. Я думаю, что довольно-таки часто каждый человек с этим словом взаимодействует, контактирует. Но с появлением каких-то современных технологий, с всеобщей какой-то компьютеризацией, это слово тоже уже не такое актуальное, как, например, лет 20-30, может быть, назад. Но все-таки оно имеет место быть. И забыть о нем не могли, оно все еще актуально. И актуально будет долгое время. Всего компьютер не заменит. Компьютер может только информацию отражать. А как получить эту информацию? Вот благодаря вот этому слову. Конечно, сейчас слово информация может многих сбить с толпу, но информация разная может. Так, думайте, ищите дальше. Уже очень близко в своих подсказках я подошла к победной версии, но я не хочу проговориться, я не хочу просто это задание аннулировать. Я хочу, чтобы вы поставили в нем точку. Я хочу, чтобы вы разобрались с этой головоломкой. 9 тысяч рублей. Я готова вручить вам за решение данного задания. Мне очень хочется, чтобы мы его решили поскорее. Решением является слово, которое надо найти, надо прочитать. Слово, которое уже на экране, оно перед вами, но оно все кривое, косое. Это клубок. Слово запутано, сжато, скомкано. Вот ваша задача его распутать, расплести, не разорвав этих зеленых линий. Ничего не поломав, а просто распутать, перемещаясь от буквы к букве строго по линии. Так, старайтесь. 9 тысяч рублей я готова вручить вам. Так, я жду вашего победного звонка. Я жду вашего появления в прямом эфире моего шоу. Я уверена, что все у вас обязательно получится. Влево, вправо и по диагоналям в разные стороны. Перемещайтесь. Выбирайте новую букву в качестве первой. Мне кажется, что вот этот стопор, эта тишина, потому что вы зациклились в какой-то букве. Нет, вы проверьте, даже удвоенные буквы, вы проверьте в роли первой каждую из них. И одну букву М, и вторую букву М в роли первой. И одну букву Е, и другую букву Е. И букву Р, и одну, и вторую, и букву Т тоже, и одну, и вторую. Даже букву О, вот эту одиночку, тоже проверьте в роли первой буквы. С каждой поэкспериментируйте. От каждой буквы минимум две линии, идёт минимум две дороги, то есть тут опять выбор. И с этими дорожками тоже проверьте все возможные вариации, и в итоге победное слово вы найдёте. Старайтесь. 9 тысяч рублей я по-прежнему готова вам вручить, я по-прежнему жду, что вы станете обладателем этой суммы. И пока я этого не наблюдала в ваших версиях, но на всякий случай, вот в этой точке нельзя поворачивать. Изменить направление своего движения вы можете, находясь на букве какой-то. Вот дойдя до буквы, остановитесь в ней, и дальше уже можете посмотреть по сторонам, выбрать какую-то другую линию. Но вот здесь, в этой точке пересечения линий, вам надо проходить её как шли, так и идёте в том же направлении. То есть по прямой. Повнимательнее к этому нюансу. Здравствуйте, что у вас получилось? О, у вас слово здесь, тремор. Нет. Не читается, прыжок. Вот. Всё равно один прыжок, как не пойти, всё равно нарушение идёт. Запутались, наверное, в этих удвоенных буквах, но что ж, распутывайтесь, в этом-то суть задания. Распутать, выпутать победное слово, победную версию. Я всё ещё жду, что сделаете это именно вы. 9 тысяч рублей я с радостью вручу вам, и я жду, когда мне предоставится эта прекрасная возможность. Я жду вашего победного звонка. Я уверена, что у вас всё обязательно получится. Пусть получится побыстрее. Пока мы ещё топчемся на месте, пока мы ещё разбираемся с этой головоломкой, пока решение не найдено. Но это временное явление, у меня нет в этом, опять же, никаких сомнений. Я уверена, что вы во всём разберётесь прекрасно, во всём разберётесь блестяще. Так, разбирайтесь поскорее. Ваша победа, ваша круга. У вас всё обязательно получится. Старайтесь. Действуйте. От буквы к букве, влево, вправо, по диагоналям, в разные стороны, так сказать, крест-накрест. Ну вот перемещайтесь. Не закольцовывайте какую-то букву, а повнимательнее будьте к новым дорожкам, к новым линиям, которые от неё идут, и по ним и перемещайтесь. Я жду вашего победного звонка. 08258, дорога в прямой эфир с территории Российской Федерации, плюс 88216-101-298, дорога в прямой эфир с территории любой другой страны. Воспользоваться нужно мобильным телефоном, чтобы это расстояние, препятствие достойно преодолеть. Здравствуйте, что у вас получилось? А тут-то слово «татэн». Да нет тут такого слова, вот вы навыдумывали. Составляете, придумываете. Да и подсказки не слушаете, я даже не могу сопоставить вашу версию с тем, что я говорила на протяжении данного задания. Никакого отношения они друг к другу не имеют. Татэн. Что-то современное, назовите мне. Хотя этому слову уже века. Но это не «татэн». Так, хорошо. Тому, кто найдёт и назовёт мне победный вариант ответа, я вручу 9500 рублей. Ещё один шаг навстречу. На 500 рублей больше сумма стала. Опять больше. Но пора ставить точку. Подсказки, увеличение суммы, направляющие – это всё замечательно. Но победа – это куда лучше. И я хочу, чтобы это была ваша победа, чтобы она как можно скорее произошла. Здравствуйте, вы в эфире. Что у вас получилось? Алло. Алло. Девушка, по моему мнению, это «метеор». Ой, нет. Так меня обнадёжили. Ни какой-то не «метеор». Составили. Что-то там нашли, но что-то составили. И в итоге всё слово считается составленным. Я вам больше скажу. Если в вашем слове, у нас, кстати, такое уже было, «Одна буковка до составлена» – вся версия считается составленной. Все старания аннулируются, если одна буковка стоит отдельно, не соединена линией с остальной частью слова. Вот такие строгие правила. Вот такая серьёзная задача. Не сказать, что невыполнимая. Нет, выполнимая. Но задача, которая стоит перед вами. Я надеюсь, что вы всё-таки её решите. Что вы сумеете прочитать слово, двигаясь по линиям. Именно моё слово, именно то победное слово, о котором идёт речь на протяжении всего времени данной головоломки. Жду вас. Старайтесь, торопитесь. Не сдавайтесь. Задание сложное, но решаемое. От буквы к букве, влево, вправо, по диагоналям перемещайтесь. У вас всё обязательно получится. Вы сумеете решить эту головоломку, вы сумеете прочитать это слово. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы поскорее всё это происходило. Всё-таки задания третье, четвёртое, пятое и дальше есть. И они сложнее. И к ним бы уже надо переходить. Не ко всем сразу не пугайтесь, а вот поэтапно. Сейчас надо уже переходить к третьей головоломке. Потом и четвёртое не за горами. И так я надеюсь, что много-много раз, много-много побед. Но пока мы застряли на втором задании. И в шоу сегодняшнем есть только одна победа. Это победа Александра, моего первого победителя. Я вас ещё раз поздравляю. Вы большой молодец. Вот заметьте, Александр заработал 7,5 тысяч рублей. Сейчас за решение второго задания вам я предлагаю 9,5 тысяч рублей заработать. Зарабатывайте. Зарабатывайте, чего вы ждёте. Почему вы отказываетесь от этой возможности? Влево, вправо, по диагоналям перемещайтесь. У вас всё обязательно получится. Так, поверьте в себя. Не надо просто мечтать об этой победе. Её нужно сейчас реализовывать своими руками. Так сказать, брать быка за рога. И выводить его именно к своей победе. Действуйте. Влево, вправо, по диагоналям. От буквы к букве перемещайтесь. Ваша победа в ваших руках. У вас всё обязательно получится. Так, решайтесь стать богаче, решайтесь стать владельцем. 9,5 тысяч рублей. Но молчанием не удастся. Вот молчанием стать победителем не получится. Молчанием вы о себе не заявите. А вам надо о себе заявлять. Вам надо о своей версии сейчас уже говорить. Вам надо это слово уже произносить. Так произносите его скорее. Если оно вертится у вас на языке, если вы его нашли, если вы понимаете, что под все подсказки оно идеально подходит, называйте его. Называйте его прямо сейчас. Я жду вашего появления в эфире моего шоу. Жду вашего победного звонка, решения данного задания. Торопитесь. Влево, вправо, по диагонали. От буквы к букве. Перемещайтесь. У вас всё обязательно получится. Итак, поверьте в себя и покажите себя профессионалом. Покажите себя самым настоящим лидером. 9,5 тысяч рублей я готова вручить именно вам. И я уверена, что победа найдёт своего героя или герой свою победу. Здравствуйте. Что у вас получилось? Алло, девушка, здравствуйте. Здравствуйте. А тут у вас получается слово термометр. Это у вас получается. Это у вас получается термометр. Термометр вы победитель. Прочли. Посмотрите, как здорово. Скажите, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Откуда вы? Я из Пятигорска. Светлана, 9,5 тысяч рублей ваши. Я очень рада, что мы это сделали. И я перехожу к третьему заданию, которое появляется на экране. Табло. 30-ти буквенное табло, в котором спрятано 3 слова. И я вручу 11 тысяч рублей. Как минимум. Да, 11 тысяч рублей. Я вручу как минимум за одно слово. Так как их здесь три, тут есть у вас возможности найти одно, найти два, найти все три. Вот найдёте одно слово, заработаете 11 тысяч рублей. Найдя два слова и, естественно, назвав их в эфире, вы заработаете на тысячу рублей больше указанной суммы. За все три слова, найденных и названных, на две тысячи рублей больше указанной суммы. И сразу я вам скажу о длине, чтобы вам было понятно, насколько сложное задание. Короткие версии мне не нужны. 9 либо 10 букв. Вот это длина подходящая. Всё, что короче или длиннее, хотя длиннее тут вряд ли вам удастся найти, но в любом случае не подходит. А вот 9 либо 10 буквенное слово в самый раз. Номера телефонов прямого эфира те же. С территории Российской Федерации 08258. Звоните. Из-за рубежа, из-за границы. Плюс 88 216 101 298. Вот эти номера для вас. И я жду, что тут вы будете проявлять себя активнее. Тут, возможно, большее количество побед, чем в первых двух заданиях вместе взятых. Тут можно три раза стать победителем или трем победителем здесь появиться. Опять же, исключительно от вашей активности зависит. Но решать вам, побеждать или наблюдать. И сколько раз побеждать, если побеждать. Я надеюсь, что вы не станете ждать долго. А сейчас очень быстро включитесь в это задание. И очень быстро найдете хотя бы один победный вариант. Я рада его буду услышать уже хотя бы со следующим, с первым в этом задании звонком. Слова, которые здесь являются победными. Слова известны всем хорошо. Я других слов не загадываю. Но эти слова, которые... Я не знаю, как часто вы с ними сталкиваетесь. Это очень все индивидуально. Они друг с другом связаны. Они могут быть... Все сразу, так сказать, прийти к вам в вашу жизнь. Но я вот искренне желаю, чтобы вы с этими словами вы сталкивались как можно реже. Что же это такое? На этот вопрос нужно ответить вам. И вам нужно сейчас искать хотя бы одно из них. Вот выбрав какую-то букву в качестве первой. И начав движение. Либо по вертикали, либо по горизонтали. Тут опять принцип змейка, как и в первом задании, как и с дискотекой. Вверх-вниз, влево, вправо. Перемещайтесь от буквы к букве. О словах расскажу вам поподробнее. Наверное, проще рассказать не сразу обо всех этих словах. Хотя они и связаны друг с другом. Но мне, по крайней мере, проще рассказывать о каждом отдельно. Вот так и поступлю. С одним словом вы сталкиваетесь каждый день. Даже не каждый день, а каждые сутки. И сталкиваетесь с ним обязательно. Второе слово приходит к вам в зависимости от вашего душевного состояния. От ваших обстоятельств жизненных каких-то. В общем, от того, что у вас внутри. Насколько там все хорошо. Третье слово. Это уже как вывод из второй версии. Не сказать, что панацея. Но все-таки оно может вам помочь, если вдруг что-то складывается не особенно хорошо. И какие-то беспокойства вас тревожат. Думайте. Читайте, что здесь находится. И рассказывайте мне об этом в эфире. Я боюсь говорить что-либо об этих словах более подробно. Потому что они слишком хорошо всем знакомы. И они не то чтобы у всех на слуху, но довольно-таки часто мы сталкиваемся с каждым из них. В современное неспокойное время уж точно как-то вы этого касаетесь однозначно. И одного, и другого, и третьего слова. Так, читайте. Главное читайте по принципу Змейка. Что вы нашли? Здравствуйте. Здравствуйте. Слово столовая. Столовая. Нет, это не победный вариант, но слово актуальное для многих ежедневно. Особенно если на каком-то таком хорошем предприятии вы работаете. Но тут не столовая. Тут что-то другое. Ваше слово, я даже намека не вижу. Столо. Вроде бы в одной половине табло буквы находится. Но из этих букв вы слово составляли. Я прошу не делать этого. Мы тренировались уже в двух головоломках попроще. Но там именно мы тренировались искать. И здесь эти тренировки должны привести вас к победе. Потому что тут надо показать, как хорошо вы научились искать. Здесь три слова. Найдите любое на выбор. И 11 тысяч рублей ваши. За два слова на тысячу больше. За три слова на две тысячи рублей больше. Можно три раза заработать по 11 тысяч рублей. То есть три раза стать победителем – это тоже великолепная возможность. Количество побед не ограничено. Количество ваших появлений в эфире не ограничено. Поэтому тут и нечего бояться. Тут надо экспериментировать. Надо стараться. Надо идти к победе, а не стоять на месте. И не мечтать о ней. А реализовывать ее непосредственно. Так, я жду вас. Я жду вашего победного звонка. Я уверена, что вы сумеете разобраться с этой головоломкой. Так, разбирайтесь с ней скорей. И побеждайте в эфире прямо сейчас. Не сидите сложа руки. А пробуйте. Влево, вправо, вверх, вниз. Шагайте. От буквы к букве. Все у вас обязательно получится. Поверьте в себя. Покажите себя лидером. Вот проявите эти качества. Решайтесь. Решайтесь стать обладателем 11 тысяч рублей. Это минимум того, что сейчас вы можете в этой головоломке заработать. И мне очень хочется, чтобы вы заработали. Задание сложное. Задание многопобедное. И оно с одной стороны пугает, а с другой стороны есть прекрасная возможность справиться с ним пошагово, поэтапно. Слово за словом. И так постепенно найти и одержать победу трижды, найти все три варианта. Никто же не просит вас все и сразу. Это тяжело. Найдите одно слово. А, кстати, найдя его, вам уже тематически будет проще. Потому что все слова эти одной тематики, они как-то друг с другом перекликаются, пересекаются. И они вам хорошо знакомы. С одним из них каждые сутки вы сталкиваетесь. Обязательно. Со вторым... Тут нельзя проконтролировать, насколько часто вы с ним сталкиваетесь и когда это столкновение произойдет. Для меня это всегда неожиданность и я не могу сказать, что приятное. Наверное, ни для кого это слово не является приятным. А вот третье слово, оно может вам помочь, когда второе в вашей жизни случается. Но не всегда мы к третьему слову обращаемся, зачастую как-то все самостоятельно это преодолеваем. О чем идет речь? О чем идет речь? Вот мне кажется, что я уже все просто рассказала, что настолько явно я подсказала, что уже понятно. Но это мне так кажется. Потому что я знаю, о каких словах говорю. Для вас это какие-то туманные фразы, никакой конкретики. Я тоже это могу понять. Но вам нужно вглядываться в это табло, присматриваться к этим буквам, к этим клеточкам, к этим столбикам, этим строчкам. Потому что именно по ним надо перемещаться. Что нашли? Здравствуйте, по-моему это волонтер. Волонтер? Нет. Буду отталкиваться от вашей версии. Мои слова отвечают на вопрос «что?». Тут нет никого, никаких волонтеров. Тут есть «что-то». Но вот мне кажется, что волонтер... Наверное, одно из этих трех слов, такое самое, неприятное с волонтерами просто не должно случаться. Это как-то честно, что ли. Но это мое мнение, опять же, можно по-разному относиться и к своему волонтерству тоже. И наоборот. Сталкиваться с этим словом довольно-таки часто по причине своих внутренних каких-то конфликтов, переживаний и чего бы то ни было. Так, ищите дальше. Ищите, не сочиняйте и не угадывайте. Есть кусочек от вашего волонтера, но мне не нужны кусочки слова. Мне нужна змейка длиною в 9, либо 10 букв. А какие-то кусочки, какие-то трехбуквенные, четырехбуквенные словечки – это несерьезно. Такой заработок минимум 11 тысяч рублей. Так что отнеситесь посерьезнее к такому предложению и выполняйте задания от и до. От первой буквы до последней буквы в слове. Только так вы сможете заработать эти 11 тысяч рублей. Я жду, я надеюсь, что заработаете вы их прямо сейчас. Мне нужны вы с вашей версией, чтобы вы могли стать моим третьим героем, третьим победителем. Но на этом не закончатся ваши возможности, не закончится череда побед. Потому что став единожды победителем в этом задании, можно продолжать эту череду побед. И в этом же задании стать победителем еще раз. И еще раз. Называя по одному слову за один присест, так сказать. И на мой взгляд, это и самый простой метод. Потому что одно слово найти проще, чем все три сразу. И при этом еще самый денежный метод. Три раза заработать по 11 тысяч рублей – это выгоднее, чем за раз назвать три слова и заработать на 2000 больше. То есть 13 тысяч рублей. Ну, опять же, вы сами взвешиваете все за и против. Сами делаете свой выбор, потому что это действительно ваш выбор. Это ваша победа. И решайтесь. Решайтесь как можно скорее. Так, влево, вправо, вверх, вниз. От буквы к букве, из клеточки в клеточку. То по вертикали, то по горизонтали, то опять по вертикали. Повороты под прямым углом, мне кажется, здесь не то, чтобы можно делать. Они тут просятся. Тем более, что мои слова из девяти и десяти букв, а табло всего пять на шесть. То есть поворот в любом случае должен произойти. Мы не можем прочитать слово по прямой. Обязательно нужно его изогнуть хотя бы раз под прямым углом. Вот логику подключайте, и все будет понятнее, мне кажется. Выбор первой буквы здесь, пожалуй, самая сложная задача. Не скажу, что не посильная, но сложная точно. Тут много букв. Первая может быть опять-таки любая. Так что проверяйте разные в этой роли, экспериментируйте. И в итоге найдите слово хотя бы одно из трех, которые тут скрываются. Вверх, вниз, влево, вправо. От буквы к букве перемещайтесь, и все у вас обязательно получится. Правила нарушать ни в коем случае нельзя. 11 тысяч рублей. Вы можете заработать сейчас, но зарабатывайте. Раз есть такая возможность, я думаю, что отказываться от нее ни в коем случае не стоит. Но также не стоит медлить, потому что программа не резиновая, и я точно могу сказать, что большая часть программы уже позади. Однако я верю в то, что еще не один победитель у меня успеет появиться за время, оставшееся время эфира. Торопитесь, чтобы быть этим человеком, чтобы быть этим героем. Действуйте. Вверх, вниз, влево, вправо. От буквы к букве. Пробуйте. Строго из клеточки в клеточку. Строго по принципу змейка. Это то, к чему максимально серьезно нужно отнестись, максимально внимательно. Ну и к количеству букв, потому что змейкой можно найти какое-нибудь трехбуквенное словечко, но этого мало, катастрофически мало. Я их уже несколько вижу. Вол, лак, что тут еще? Масса слов. Рак. Три буквы. Это сочетание такое, случайно получающееся, весьма легко, учитывая, что здесь 30 букв. Так что на такие короткие версии не нужно обращать внимания, не нужно распыляться на них. Ищите что-то серьезное, что-то масштабное из девяти букв, либо десяти букв. Что-то, что нам хорошо знакомо, что-то, с чем либо каждые сутки мы сталкиваемся, либо с чем мы сталкиваемся совершенно неожиданно. Здравствуйте, что вы нашли? Алло. Алло. Слово карнавал. Карнавал? Нет, не победный вариант, но услышали подсказки. Хотя, нет, тому, кто назовет победный вариант, хотя бы один, я готова вручить 12 с половиной тысяч рублей. 12 с половиной тысяч рублей. На полторы тысячи рублей больше. На полторы тысячи рублей увеличила я сумму вашего минимального заработка. И это за одно слово. За два слова на тысячу больше. За три на две тысячи больше. Что нашли, алло? Ракетка. Нет. Ракетка. Отдельно. По диагонали. И тем более семь букв. Коротко. И составлено, и коротко. Вот они ошибки. Эх, пока нет, пока мимо. Но пробуйте еще, пытайтесь. Карнавал. Версия. Вот я могу сказать, что в ожидании карнавала, в предвкушении этого веселья безудержного, вас может посетить одно из этих трех слов. Да. Потому что вы на взводе, вы на пределе. И это вполне закономерно, что оно действительно может посетить. Понравится вам это или нет, это уже какое-то ваше личное. Вот я могу сказать, что людям творческим, наверное, это слово нравится. По крайней мере, многим писателям, поэтам оно близко и даже благотворно и плодотворно. Но для человека, для большинства людей это слово, конечно, неудобно, мягко сказано. Думайте. И другое же слово, наоборот, весьма удобное и с нетерпением. Я зачастую жду встречи с ним, я думаю, так же, как и большинство людей. Ну, а третье слово это... Это больше такой помощник в случае чего. Потому что в каком случае, тут уж подробно не расскажу. А то действительно будете угадывать. Не хочу этого. Боюсь это допустить. Я стараюсь вам помочь, но как-то так деликатно, аккуратно. Речь идет о заработке 12,5 тысяч рублей как минимум. Тут уж вам самим надо стараться сейчас изо всех сил. Не ошибаться, внимательным быть ко всему, к каждой детали. Я надеюсь, что вы действительно сейчас максимально внимательны и все у вас обязательно получится. Так, 12,5 тысяч рублей. Я предлагаю вам. Здравствуйте, вы в эфире. Что у вас получилось? Алло, это восстание. Нет. Восстание. Непобедный вариант. Составили его в основном. Какие-то части нашли, но в общем-то составлено слово. Услышали подсказки некоторые, но нет, все-таки не восстание. Ничего здесь революционного, ничего военного здесь не надо искать. Все, эти слова, они больше так один на один с ними вы остаетесь. Восстание это все-таки что-то масштабное и многолюдное. Найдите здесь что-то более интимное. В хорошем смысле данного слова, не в пошлом. Ищите. Читайте. Что-то, что если имеет отношение, то имеет отношение к вам лично, к вам одному. Или одной. Ищите, читайте. Я все больше и больше рассказываю об этих словах. Я максимально сейчас стараюсь для вас. Я вижу, насколько сложно дается головоломка. Что нашли, скажите мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Я прочитала слово календарь. Вот так уверенно сказали, прочитали, что я даже вам поверила. Ну, до того, пока не услышала календарь. Календарь здесь не читается. Календарь вы составили. Посмотрите. К-а-ле-н. Все. Где остальные четыре буквы? Дарь. Все отдельно. Кусочки где-то там разбросаны они. Да, слово длинное. Вот мне кажется, только на длину вы и ориентировались. Девять букв. Ну, девять составленных букв. А должно быть найдено змейкой неразрывной. Девять букв, либо десять букв можно пройти. Тут три слова. Они слегка длиной отличаются друг от друга. Что у вас получилось? До сути слова лакировка. Нет. Опять же, я вижу часть. Я вижу начало. Попытались. Начать змейкой. Закончили как водится. Зря вы так. Если начали хорошо, до конца достойно пройдите в этот путь. Ну, досоставили. Обидно прям. Обидно. Старайтесь. Я вижу. Я слышу. Но не то. Пока не то. Пока еще ни один из трех победных вариантов не прозвучал. К сожалению. Но я еще могу подождать вас какое-то время. Однако. Тут уже решается вопрос, успеем ли мы к четвертому заданию перейти. Я думаю, что в таком темпе, учитывая, что еще ни одного из трех слов мы не нашли, я боюсь, что это задание может стать последним. Но опять-таки тут возможно три победы. Так что тоже разочаровываться, расстраиваться не стоит. А стоит из этого задания для себя лично. В плане побед и заработков. Выжить по максимуму. И вы можете это сделать. Делайте. Старайтесь. 12 с половиной тысяч рублей. Зарабатывайте. Действуйте. Вверх, вниз, влево, вправо. От буквы Г. Шаг за шагом. У вас все обязательно получится. Вверх, вниз, влево, вправо. Змейкой из клеточки в клеточку. Поворачивая под прямым углом. Старайтесь. Действительно сложное задание. Действительно все очень-очень запутано. Но найти слово, хотя бы одно, вам удастся. Потому что эти слова знакомы хорошо всем. Если их рассматривать отдельно друг от друга, вот не связано, то одно из этих трех слов сейчас невероятно актуально. Потому что сезон такой. Потому что сезон такой, самый суровый сезон. И к этому слову всем мы обращаемся. С завидным постоянством, к сожалению. Два других слова, они... Опять же, одно зависит от вашего состояния внутреннего. Второе. Второе зависит от времени дня. От времени суток. Такие подсказки еще более конкретные. Я надеюсь, что действительно вам помогаю, что я своими подсказками вас не запутываю, а направляю. Я искренне на это надеюсь. Итак, я жду, что вы разберетесь с этим заданием. Я уверена, что вы разберетесь с этой головоломкой. Вверх, вниз, влево, вправо, от буквы к букве. Двенадцать с половиной тысяч рублей. Заработать вы можете. Зарабатывайте. Это минимум того, что сейчас может стать вашим. За два слова на тысячу больше. За три слова на две тысячи рублей больше. Я хочу, чтобы вы эти деньги уже заработали. А не просто, чтобы я их предлагала, предлагала и никому не вручала. Я такого не хочу, я такого не желаю. Ни вам, ни мне. Уже есть два героя. Уже два человека стали богаче. А что вам здесь мешает повторить их трюк, так сказать? Их победу, их триумф повторить? Тут все по правилам. Правила прописаны. То есть каких-то уловок, каких-то хитростей тут банально нет. Тут все очевидно. Нужно просто всмотреться. Вглядеться в это табло. Ну вот сматривайтесь и вглядывайтесь. И по сконцентрированию будете. Двенадцать с половиной тысяч рублей как минимум. Я все еще готова вам вручить. И я жду, что вы станете обладателем этой суммы. И так я жду вас. Вверх, вниз, влево, вправо, от буквы к букве. У вас все обязательно получится. Тогда идите до конца. Действуйте. Ваша победа в ваших руках. Гоните прочь сомнения и страхи. Вы сумеете разобраться с этой головоломкой. Вы сумеете с ней справиться. Но пока... Пока у нас прям сложность. Да. Пока мы встали как вкопанные и еще ни одного из трех слов так и не нашли. Жаль. Уже достаточно было времени, чтобы хотя бы одна версия была найдена. Но мы пока топчемся на месте. Мы еще разглядываем эти буковки, эти клеточки. А надо бы уже в них разглядеть слово. Девяти либо десяти буквенное. И побыстрее бы. Уже большая часть программы позади. И к финишной прямой мы даже приближаемся уже. Так что серьезнее отнеситесь к этому предложению. Повнимательнее отнеситесь к этим подсказкам, буквам, клеточкам. Вот ко всему. Сейчас полностью сконцентрируйтесь на данной головоломке. И у вас все получится. Я жду вас. Я жду вашего победного звонка. Я жду вашего появления в прямом эфире моего шоу. Я уверена, что вы сумеете справиться с этой головоломкой. Итак, действуйте. Вверх, вниз, влево, вправо. От буквы к букве. Двенадцать с половиной тысяч рублей я готова вручить именно вам. Я уверена, что вы сумеете заработать эти деньги. Итак, решайтесь. Решайтесь стать владельцем этой суммы. Действуйте. Вверх, вниз, влево, вправо. Что прочли? Алло. Алло. Слово соломка. Нет. Точно не о нем я говорила. И точно не оно тут читается змейкой. Я все-таки проверю. Да нет же, не оно. Часть нашли, а часть все-таки составили. Так, научитесь доводить дело до конца. Если какие-то постоянные ошибки в ваших версиях продолжат всплывать, то мы до победы здесь не доберемся. Найдите слово от первой до девятой, либо десятой буквы по принципу змейка. Будьте серьезнее. Задача непроста. Но справиться с ней вам удастся. Двенадцать с половиной тысяч рублей я предлагаю именно вам. Я уверена, что все у вас обязательно получится. Действуйте. Вверх, вниз, влево, вправо, от буквы к букве. Гоните прочь сомнения и страхи. Начните сейчас зарабатывать деньги своим умом. Покажите себя профессионалом настоящим. Не опускайте руки только потому, что какая-то оплошность, какая-то ошибка была вами допущена. Да тут все ошибаются. Тут нельзя с первого раза увидеть сразу все. Или даже хотя бы одно что-то нельзя увидеть с первого раза. Надо потратить время. Надо несколько раз пойти не в те стороны, выбрать не те буквы, чтобы разобраться во всем этом, чтобы почву прощупать, как я это называю. Почву данного задания. А потом уже, когда вы во всем разберетесь и сможете смотреть на это табло как-то в общем, слова будут вами увидены. Они как бы проявятся. Просто вглядывайтесь, всматривайтесь, и вы их увидите. А если так окинуть взором, скользнуть взглядом по этому табло, вы никогда ничего не найдете. Тут нужно всмотреться, тут нужно потратить время. И уже его было дано достаточно, чтобы что-то увидеть. Но если только сейчас вы начинаете всматриваться, то будьте сверхсобраны. Потому что времени у нас уже очень-очень мало. И сейчас я говорю о времени программы. Даже не о времени данного задания, а в общем. О времени эфира. Так старайтесь. Вверх, вниз, влево, вправо. И с клеточки в клеточку. Так, я жду вас. Я жду вашего победного звонка. Я надеюсь на то, что мы в конце концов разберемся с данной головоломкой. Но хотя бы на треть уже надо было с ней разобраться. Уже нужно было хотя бы одно слово отыскать. Жаль, что мы этого не сделали. Так, вверх, вниз, влево, вправо. От буквы к букве. Дойдите до конца. Соберитесь. Задача непростая. Я это сразу сказала. Я предупреждала вас о тех сложностях, которые будут. Что нашли, скажите? Слово ассоциация. Нет. Исключительно по моим подсказкам, исключительно ассоциациями тоже действовать не надо. Тут надо по принципу змейка в первую очередь. Ну хорошо. Назовите мне хотя бы одно слово. И заработайте 15 тысяч рублей. Как минимум. 15 тысяч рублей. Огромные деньжища. Но я хочу, чтобы они стали вашими. А за два слова еще на тысячу больше. А за три слова на две тысячи рублей больше. Что нашли? Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я здесь прочитала слово лакомство. Где вы его прочитали? Не здесь. Здесь его нет. Вы здесь его не могли прочитать. Здесь три других слова. С лакомствами. Хотя вот знаете, как смотря какой у вас организм. Многие, если уж больно перестараются, перелакомятся, то им гарантировано два из трех слов. Вот гарантированы. Но тут лакомства нет. Тут есть уже не то чтобы последствия не у всех, но для многих людей переизбыток лакомств в один присест гарантирует и появление первого слова и второго. Необходимость обратиться ко второму. А вот уж третье слово, такое долгожданное зачастую, подождет. О чем идет речь? Нет, вы не ждите от меня больших подсказок. Я и так уже много, много всего вам рассказала об этих словах. Сейчас вам уже нужно побеждать. 15 тысяч рублей. Я готова вам вручить. Я жду, что эти деньги станут вашими. Я на это искренне надеюсь. Ну, одних моих надежд мало. Да вообще надежд мало. Нужны действия. И меня сейчас интересуют ваши действия. Активные и победоносные, я надеюсь. И так поспешите. И так поторопитесь. Это очень сложная головоломка. Но зато она трехпобедная. То есть во всех минусах есть свои плюсы. Это всегда так. Так что одержите эту победу. Хотя бы одно из трех слов найдите. У вас утроена возможность столкновения, находки первой буквы. Их тут три. Потому что три победных слова. Так что ж вы не ищите. Или ищите как-то не особо старательно. Жаль. Ищите лучше. Старайтесь. 15 тысяч рублей. Я все еще вам предлагаю. Я все еще жду вашего появления в эфире моего шоу. Я жду вашего звонка. Действуйте. Итак. Вверх. Вниз. Влево. Вправо. От буквы к букве. У вас все получится. Да. Эта задача не легкая. Но. Эта задача третья. И выполнение третьего задания. Частично. То есть на одну треть. Находка одного из трех слов принесет вам 15 тысяч рублей. Воспользоваться этим нужно. Игнорировать эту возможность. Мне кажется просто глупо. Но учтите. Программа уже заканчивается. Да. Это прямой эфир. И продлить его время я не смогу. Программа заканчивается. Времени мало. Катастрофически мало. Но я все таки надеюсь что. Вы все успеете сделать. Успеете воспользоваться этой возможностью. И так торопитесь. И так спешите. Вверх. Вниз. Влево. Вправо. Перемещаясь. От буквы к букве. Действите. Ваша победа в ваших руках. У вас все получится. Обязательно. Уже сейчас нужно справиться с этой головоломкой. Уже сейчас необходимо разобраться с этим заданием. Почему этого до сих пор не произошло я не знаю. Я надеюсь что сейчас появится герой. Появится профессионал. Но надежда это одно. А факты. Факты говорят о другом. Программа заканчивается. Вы молчите. Почему так? 15 тысяч рублей не нужны. Не верю. Они нужны всем и каждому. А на тысячу. А на две больше. Так тем более. Здравствуйте. Что у вас получилось? Я вижу слово сравнение. Я его не вижу. Я его тут точно не прятала. Сра. В. Отдельно. НЕ. Вижу. Отдельно. НИ. Отдельно. И другая Е. Отдельно. Это как вы так увидели? Почему вы скачете из одного конца в другой. Потом опять какие-то прыжки в третью сторону. Ну не надо тут скакать. Тут спокойненько надо идти из клеточки в клеточку. Да вот что-то спокойненько не получается. А вот кстати с беспокойством одно из слов связано напрямую. Да и второе кстати тоже. Вот с третьим вам не удастся встретиться должным образом если какое-то беспокойство вас одолевает. Подумайте на эту тему. Только быстрей. Программа уже заканчивается. Времени в обрез. А я очень хочу поздравить третьего победителя. Я очень хочу чтобы было кого поздравить. Два героя есть. Два героя молодцы. Ну что нам остановиться на этом? Зачем? Если третьему заданию мы уже порядком времени уделили и можно стать героем и здесь. Так становитесь. 15 тысяч рублей я готова вручить именно вам. Я жду вас. Я жду вашего появления в прямом эфире моего шоу. Спешите появиться здесь профессионалом, героем. Покажите себя во всей красе. Я жду вас. У меня нет сомнений в том что вы можете справиться с заданием. Я абсолютно уверенно об этом говорю. Просто иногда чтобы справиться с заданием требуется очень много времени. А вот этого я дать вам не могу. У нас нет очень много времени. У нас есть сейчас. И не более того. Уже программа заканчивается и соответственно потом то что не сейчас. Потом я уже буду с вами прощаться. И это тоже правило, только правило уже для меня и я их не могу нарушить. Так что сейчас успейте одержать эту победу. Успейте заработать 15 тысяч рублей. Так я жду вас. Я жду вашего победного звонка. Я уверена что с данной головоломкой вы сумеете разобраться. Вверх, вниз, влево, вправо. От буквы к букве. Из клеточки в клеточку. И уже пора дойти до какого-то целикового слова. Не до каких-то кусочков или слогов. А слова целиком. Из 9 либо 10 букв состоящих. Жаль что до сих пор такого слова вы мне не назвали. А я жду вас. Все таки с этим победным вариантом ответа. Я жду вас с огромным нетерпением. Ну так поспешите донести сюда свою версию. Поторопитесь это сделать. Поторопитесь ворваться в прямой эфир обладателем 15 тысяч рублей. Так действуйте. Вверх, вниз, влево, вправо, от буквы к букве. У вас все обязательно получится. Ни в коем случае не нужно сдаваться. И так дойдите до конца. Заявите о себе как о победителе. Молчание здесь совершенно не уместно. Я теряюсь, когда такая тишина, гнетущая тишина. Я действительно начинаю паниковать. Что мне, прощаться, уходить? Да нет, еще могу чуть-чуть подождать. Хорошо, подожду. Но вы молчите. И что делать? Игнорировать это молчание и продолжать призывать вас к победе. Мне нужен какой-то отклик на этот призыв. Мне нужна ваша версия. Победное слово. Хотя бы одно из трех. А то я начинаю думать, что и слов-то здесь нет. Да нет, есть. Я все три вижу. Я надеюсь, что и вы увидите хотя бы одну из трех. Так решайтесь. Решайтесь назвать победную версию. Если она у вас есть. Если вы ее нашли, чего-то стеснялись, выжидали. Да все, дождались. Я предложила максимум. 15 тысяч рублей за одно слово. Оно у вас есть? Называйте его. Сейчас же. Здравствуйте, вы в эфире. Что у вас получилось? Здравствуйте, девушка. Слово волосок. Нет. Семь букв. Я думала, мне показалось. Нет. Семь букв. Этого мало. Так, вот надо мной. Девять либо десять букв. Это не просто какая-то посторонняя информация. Это длина победных слов. Слов, за которые я предлагаю немаленькие деньги. 15 тысяч рублей за одно. За два на тысячу больше. За три на две тысячи рублей больше. И что мне теперь делать с этими предложениями? Аннулировать их? Не хочу. Могу еще пару мгновений подождать вас. Ну, вы уж решайтесь. Становиться богаче или нет. Решайтесь. Вы в эфире. Здравствуйте. Что у вас получилось? Здравствуйте, девушка. Слово интуиция. Нет. Составили. Придумали. Тому, кто найдет змейкой неразрывной по правилам. И тому, кто назовет, естественно, как минимум 15 с половиной тысяч рублей вручу. Еще на 500 рублей больше стала сумма вашего минимального заработка. За два слова на тысячу рублей больше. За три слова на две тысячи рублей больше. Итак, слова пора называть. В прямой эфир пора врываться. Потому что уже на ошибки, на какие-то сомнения времени не осталось. Сейчас есть время только для победы. И эта победа должна быть реализована немедленно. И если вы заинтересованы в этой сумме, то она должна быть реализована вами, эта самая победа. Решайтесь. Как можно скорее решайтесь стать богаче. Вверх, вниз, влево, вправо, от буквы к букве. У вас все обязательно получится. Действуйте. Программа действительно подходит к концу. Так, вы в эфире. Ваша версия. Здравствуйте. Прочитала у вас здесь слово календулы. Нет, составили. Не прочитали. Не пытайтесь составленные версии выдать за прочитанные. Это бесполезно. Я же знаю, о каких словах я говорила полпрограммы. Треть, так точно. Я знаю, и календулы среди них не было. Не пытайтесь меня запутать. Я человек, запутать меня можно, но все-таки тут еще и как-то компьютер контролирует все это. Только когда прозвучит победное слово или слова, только тогда компьютер их покажет. Календулы ни одной из них, как видите, нет. Так что назовите действительно найденное слово, а не то, что вы составили, а говорите, что нашли. Запутывать меня не надо. Я жду победного звонка. Я жду решения. Хотя бы одного из трех. Три слова, три решения, три возможности. Будет обидно, если ни одной из них никто не воспользуется. Соберитесь. Пятнадцать с половиной тысяч рублей. Я готова вручить вам за любое одно из трех слов. И так называйте мне его. Вы в эфире, здравствуйте. Что у вас получилось? Алло. Алло. Это инкассатор. А мои слова – это что-то. Я же в самом начале задания это сказала. Может быть, вы только что присоединились и не услышали эту подсказку, но хорошо – это можно понять. Но зачем вы составляли? Вот этого я понять не могу. Когда написано «найдите» хотя бы одно слово, что нашли вы? Алло. Здравствуйте. Здесь слово «навлочка». Такое есть. Такое слово тут и правда есть. О нем я говорила, что каждые сутки мы сталкиваемся с ним с удовольствием. Как вас зовут, скажите? Арина. Арина, а вы откуда? В Карабаново. В Карабаново 15 с половиной тысяч рублей отправляются. Я поздравляю трех победителей, которые у меня сегодня были. Они большие молодцы. Справились с весьма сложными заданиями. Хвалю вас за это и поздравляю еще раз. Со всеми прощаюсь. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok